Привет! Меня зовут Юлия Хлынина, я актриса театра и кино, и сегодня мы будем делать вместе повседневный макияж с акцентом на глазах. Как вы видите, я уже в патчах, налепила их везде. Научила меня так Наташа Власова. Из-за того, что у меня есть некоторое раздражение и обезвоженность у кожи, я смело прилепила на лоб, на щеки, там, где мне нужно кожу увлажнить. И вот скоро уже, думаю, можно их снимать и видеть чудо, чудо, которое со мной сделали волшебные патчи. Для того, чтобы начать, нужно кожу очистить. Я это уже сделала чуть заранее, вот такой пенкой. Пенка от доктора Барбары Штурм. После патчей и после какого-то легкого увлажнения я хочу нанести лосьон, чтобы убрать излишки там, где могла остаться еще гиалуроновая кислота. Я лихо протираюсь. Итак, я протерла лицо тоником, немножко подожду, пока высохнет. Для того, чтобы приступить к следующему этапу, надо будет зацепить, аккуратненько зацепить волосы, чтобы они не лезли. Перед макияжем я нанесу сыворотку той же фирмы Арбара Штурм. Сыворотку Сияния мы нанесли. Тоже надо чуть-чуть подождать, чтобы она впиталась. Тон будет фирмы Шу Уэмура. Пробую нанести это тональное средство спонжем. Выбрала я сегодня светлый тон, который делает меня как фарфоровую куклу. Все места, стыки, надо этому уделить внимание и проработать. Немножко ушки в шею растянуть. Не переживайте, я сделала такой черновой вариант. А теперь я пальцами хочу это доработать. И там, где я вижу излишки, это все убрать и растянуть. Вот. Мне очень нравится. Кожа такая фарфоровая, белоснежная. Как будто я прям аристократка. Следующим этапом вообще я делаю как-то по вдохновению. Вот что пойдет. И следующим у меня пойдет, и это будет скульптор. Когда я хочу подчеркнуть остроту лица, всегда использую этот скульптор. Нанесу на те места, на которые я обычно наношу. Пам, пам. Погнали. Начнем со скулы. Делаем тень в естественную впадину. И немножечко я растягиваю наверх, на висок, чтобы не было жесткого перехода. Так как нос мне кажется слишком широким, затемняю иногда сбоку. Сделаем чуть-чуть его потоньше. Также растянем, чтобы ввести в естественную впадину, которая около глаз. Так как форма лица у меня немного круглая, и вообще я такая кругленькая, мне нужно подчеркивать линию лица. Я хочу накрасить губы диоровским скрабом, потому что мне нужно их смягчить. Перед тем, как накрасить уже помадой, финальной помадой, я их должна увлажнить и немножечко потереть, чтобы они были гладенькие, мягкие и увлажненные. Корректор тоже светленький, потому что сегодня я такая беленькая, светленькая. Его я хочу положить под глаза и на небольшие раздражения, которые тоже пробиваются через тон. И все это вбиваем пальчиками, смягчаем линии перехода нашему скульптору. Глаза. Глаза что-то не хочется делать как-то тяжело, хочется оставить естественность. Воспользуюсь тем же скульптором Армани. И попробуем нанести на веко, чтобы была естественная тень. Но при этом глаз не казался перегруженным. Может быть, даже чуть-чуть, если на пальце еще что-то осталось, слегка сделать нижнее веко, тоже оттенить. Хочется мне оставить естественными брови при помощи MAC-щеточки, кисточки с цветным гелем. Попробую сделать их более одинаковыми. Одна бровь у меня треугольная, вторая бровь круглая. Для того, чтобы визуально сделать их чуть более похожими, я немножко подчешу их. Теперь мы переходим к румянам. Румяна беру Нарс, кремовые текстуры. Они очень нежно-нежно-нежно-розовые с легким сиянием. Вон там такие золотилочки. Наношу, как всегда, пальцами, как меня учили в театральном институте, на яблочко-щики. Вот на это самое розовенькое наливное яблочко наношу румянец. Есть грим молодого лица. Мы проходили тоже это в театральном институте. И для того, чтобы выглядеть чуть-чуть моложе, нужно капельку, вот я прям совсем немного беру на палец, капельку нанести на верхнее веко. Говорят, что это как-то схоже с цветом у маленьких детей, у младенцев, что у них розовые веки. Следующим этапом берем хайлайтер. Хайлайтер у меня Бека, я его очень люблю. Он на самом деле активный. Это прям будет сейчас сильное сияние. Поэтому нужно очень умело его нанести. Легкими поглаживаниями, чтобы был такой хороший золотой переход на скуле румяшки. Оп! На губку. И капельку под брови. Для глаз я всегда использую капли, чтобы не было красноты. Мне их подарила подружка, которая ездила в Японию и оттуда их привезла. Ну, жжется, как всегда. Ой, постоим подождем, пока я поплачу от капель. По каждому дому можно сделать зарядку для глаз. Всегда полезно. Мама меня так учила. Раз, два. Что с тушью? Тушь хочется взять на лето. Иногда хочется экспериментов, поэтому хочется выбрать какую-то цветную. Как-то раз со мной поделились секретами того, что фиолетовый выделяет зеленый цвет. Поэтому использую сегодня фиолетовый для выделения цвета глаз. Фиолетовые ресницы готовы. Тушь у меня была Шесейда. Стираем наш скраб. Губы стали мягкие и более увлажненные. Я беру помаду Шу Уэмура. Такой прям натуральный оттенок, близкий к моему собственному. Само нанесение произвольно, мне кажется, как кому удобней. Но дальше я делаю такую штуку. Аккуратно растушевываю контур, чтобы губы были зацелованы. И самый-самый последний этап. Закрепляю макияж. Водой Кодали. Ну и все. До встречи летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин